С момента объединения трех больниц в один глобальный центр помощи прошло меньше двух недель. Внешне здесь ничего не изменилось. Ненатологи, педиатры, реаниматологи и ряд других медиков-профессионалов по-прежнему выхаживают новорожденных, вес которых может не превышать и 500 граммов. С весом 1,1 кг поступили сюда, на второй этап выхаживания. Сейчас у нас вес уже перелыл за 2 кг. 2,60 кг. Готовимся к выписке. Больницы объединили не только для повышения качества медицинской помощи. Основная цель – сделать ее более доступной. Теперь в стенах центра работают с детьми не только с момента их рождения, но и до совершеннолетия. Уже давно среди педиатров, акушеров, гинекологов и ненатологов на различных конференциях и симпозиумах обитала такая идея, что при объединении перинатальных центров с детскими больницами смертность младенческая уменьшается. Это было доказано. В распоряжении центра будет реанимобиль стоимостью 17 миллионов рублей, который позволит при помощи специального бокса перевозить больного малыша в более комфортных условиях, как в утробе матери. К тому же в новой клинике теперь 670 мест. Это почти на 300 больше, чем до объединения. 90 из них отданы неонатологическому отделению, где выхаживают младенцев. Переводя койки из краевой детской больницы в перинатальный центр, мы приближаем помощь детям именно после рождения. Если раньше, рождаясь в каком-то роддоме, ребенок с различными пороками развития транспортировался в другой стационар, на данный момент мы можем, наоборот, привести врачей к этому ребенку и прооперировать его, оказать ему помощь непосредственно в этом стационаре. На это будет направлено объединение отделений. В перспективе делятся медики. Все недоношенные дети, которые были выхожены в центре, будут наблюдаться не до трех лет, как сейчас, а вплоть до школьного возраста. Длительное наблюдение у специалистов поможет догнать сверстников и развиваться наравне с ними, уверены специалисты. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.